На минувшей неделе в дежурную часть поступило 667 сообщений о происшествиях. Среди них 14 краж, 3 случая сбыта и изъятия наркотиков и 19 мошенничеств. На старую, но уже забытую уловку попался 27-летний нефтекамец. С его банковской картой похищено 75 тысяч рублей. Как выяснилось позже, в свободное время молодой человек подрабатывает таксистом. Ему поступила заявка из города Нефтекамск о том, что необходимо доставить клиента в город Уфу. Следом зазвонил телефон. Заказчик пояснил, что готов перечислить за услугу 8 тысяч рублей на его карту. Для этого клиент попросил таксиста продиктовать номер карты, а затем и код, который поступит на его сотовый телефон. После передачи данных с банковского счета заявителей произошло незаконное списание. Также в полицию поступают заявления от горожан о том, что их ввели в заблуждение и продали товар по цене, которое порой в 10 раз выше рыночной. На эту уловку попадаются наиболее доверчивые и незащищенные категории граждан. В городе Нефтекамске появилась группа молодых людей, которые ходят по домам и предлагают гражданам купить огнетушители и почистить домоход. В дежурной части полиции есть заявление пожилых нефтекамцев, которые приобрели этот товар или услугу по сильно завышенной цене. Покупать товар или нет – дело каждого гражданина. Никто не может запретить делать выбор. Однако нечестные продавцы злоупотребляют доверчивость пожилых граждан. Уважаемые нефтекамцы, убедительная просьба предупредить знакомых, близких. Стражи правопорядка обращаются к нефтекамцам. Если вы все же приняли звонок с незнакомого номера, то не стоит продолжать разговор о денежных средствах и банковских картах. Не нужно действовать под диктовку, передавать реквизиты, цифры с обратной стороны и коды, полученные на телефон. Все возникающие вопросы можно решить при личном обращении в отделении банка. Зульфия Амирова, Азад, Довлечен, информационная программа «Время новостей».